Они идут, смотри! Ничего себе! А вот такую очередь вам придется простоять, если что, захотите поехать на автобус. Ребята, обязательно приезжайте, отдыхайте. Всем привет! Доброе утро, ребят! Сегодня мы отправились с Настей в сафари! Сафари Winterland, да, по-моему, получается. Солнце палит просто неимоверно, поэтому не удивляйтесь, что я в куртке, здесь очень жарко, но просто я не хочу сгореть. Только вошли в сафари парк и вот такая вот красота. Вот, оказывается, человек вот здесь их так подзывает. И они идут? И они идут, смотри! Ничего себе! Кусает! Что это за институты? А теперь мы отправляемся пешочком смотреть, что же тут есть еще. В общем, ребят, билеты сюда на сафари будут стоить вам один билет 650 тысяч вьетнамских тонгов. Приблизительно около 27-26 долларов. Да, если вы, скажем так, живете рядом с этой территорией в Вимперл отелях, то, соответственно, будет дешевле. На сколько там? В два раза, по-моему, почти. Почти в два раза будет дешевле. И детские билеты также дешевле, если не ошибаюсь, там... А, 500 даже, да? 100 тысяч. Ну вот, на 150 тысяч получается дешевле вьетнамских тонгов. По карте, если посмотреть, сверху, то есть делится на два вида. Спасибо большое. На две зоны. Значит, первая нижняя зона, это все пешком можно обходить. Здесь, в принципе, есть все, как обычно, зоопарк, по сути. А сверху, получается, если вот так вот пройти, здесь вам делают такие экскурсии на автобусе. Поэтому, ребят, можно как своим ходом, так и на автобусах. Итак, погнали. Жарко, да? Слушай, а что у них яичушки так болтаются внизу? Ну вот, смотри, у них как прям этот... Була-булка. Это прикинь? Как веревочка с ниточкой. Или это сам... ПЕСНЯ И тут китайцы, господи ты мой. Что ж я без китайцев то сделал? Уехал из Китая, чтобы не видеть китайцев. Приехал во Вьетнам и тут китайцы. Вот такими бананчиками мы сейчас будем кормить слоников. Как мы их назовем? Это будет Саша, это будет Настя. Саша более такой вот, видишь, полулысый. И Настенька здесь такая очень. Я видел слонов только один раз в жизни в Шархайском зоопарке, но издалека. То есть как бы там не особо ты можешь все посмотреть. Ну как-то издалека это не то. А тут получается они прямо вот у тебя вблизи и ты можешь прямо даже потрогать их хоботок. Ну на самом деле прикольно, мне понравилось. Настя, тебе понравилось? Да, очень понравилось. Прикольно. Идем дальше, ребят. Привет, красавец, как дела? Миш, как дела? Миш, ну расскажи, как дела, Мишут. Ну, подойди и поговори. Ну что ты отвернулся? Не хочется тобой разговаривать. Ну, ай, Мишка, привет. Ну не стесняйся, ну. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эй, девчонки всего мира. С вами король Джулия. Слушайте и врубайте. Обожаю девочек, которые любят двигать телом. Да, двигать телом. А двигать телом надо соблазнительно крошки. Въехали! Что тут за зверинец? Санитарные нормы попраны. Я насчитал 26 нарушений. Я тащусь от Сан-Диего. Такое шизовое местечко. Фух, 27. В общем, Настенька договорилась, чтобы мы прям первые пошли в пустой автобус. То есть мы первые займем места и попрем на автобусе по открытому сафари, где звери гуляют сами по себе. Это будет круто. Оставайтесь с нами. А вот такую очередь вам придется простоять. Если что, захотите поехать так же на автобусе. Готовьтесь к этому. В плюс 30 с чем-то. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, ребят, посетить данное место нужно, я думаю. Есть места, по крайней словниках там. Вот эта сафари на автобусах, она тоже, кстати, очень интересная. Погладить лемура в первый раз. Погладить лемура в первый раз. Это тоже очень здорово. Поэтому, ребят, обязательно приезжайте, отдыхайте. Обязательно с собой берите одежду. Все, если платье в пол, брюки. Да, чтобы вы особо не сгорели, потому что здесь, конечно, ну и китайцы, народу здесь, конечно, очень много. Поэтому желательно приезжать ранним утром, чтобы этого всего не видеть и спокойненько походить. Встретимся в следующем месте. Да. Я Настю заколебал, по-моему. Да, то он меня отпускает уже какой день. Контент пилить. Контент пилить. И дает мне отдохнуть. У меня отпуск. Понимаете? Полторы недели. А мы каждое утро в семь, пол седьмого утра встаем, завтракаем, потом сюда едем, потом сюда едем. Я сгорела вся. Но у меня нету живого места. Я ехала сейчас вот так. Вот так. Чтобы не обгореть. А ему весело. А ему весело, вы понимаете? Ребят, всем привет. Это новый день нашего влога. Сейчас мы находимся прямо на юге острова, где находится самая длинная канатная дорога здесь во Вьетнаме. И одна из самых длинных дорог во всем мире. Канатных дорог. Вот такая греческая стена. Здесь прямо на входе на данную канатную дорогу сделана данная стена в виде каких-то греческих развалин. И вот такие вот статуи греческих воин или римлян. Я не знаю на самом деле. Это греки или римляне? Вау, как он быстро вылетает. По времени, протяженность данной канатной дороги составляет около 25 минут. Данная канатная дорога прибывает на один из самых южных островов, которые располагаются рядом с островом Пукуак. Они очень маленькие, где вы можете остановиться, просто походить по пляжу, покупаться. Все это бесплатно. Ну, помимо всех развлечений, которые находятся на тех островах. Привет, времени у нас не так много. Очень огромная очередь. Еще много машин, мопедов, в общем, людей. Очень много, поэтому мы решили все-таки не ехать на этой канатной дороге. Мы им рассказали, что она здесь есть. 300 тысяч вьетнамских донгов, один билет на одного человека. Побрехать. А мы отправляемся дальше. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok